Кошки любят пробовать комнатные растения на вкус. Они делают это по той же причине, по которой едят траву, пытаются очистить желудок от шерсти или утолить жажду оригинальным способом. Если кошка трапезничает, зеленью, слишком часто, возможно, у нее несбалансированное питание, ей не хватает витаминов или у нее изменено пищевое поведение. Этот вопрос лучше обсудить с ветеринарным врачом. Точно одно, если у вас есть кошка, то все растения в доме должны быть для нее безопасными. Даже если ваша питомица еще ни разу не пыталась пожевать цветы, у вас нет никакой гарантии, что она не решит сделать это завтра. И какие будут последствия? Некоторые растения могут привести к легкому расстройству пищеварения. Другие могут вызвать судороги, параличи, если не будет оказана срочная помощь, гибель питомца. Ничего себе риски. Если вы цветовод только в душе, а на практике разбираться в характеристиках растений не очень хочется, заведите себе железное правило. Перед покупкой каждого растения интересуйтесь не только степенью его неприхотливости, но и совместимостью с кошкой. Что, если питомец попробует его на вкус? Может ли оно навредить? Обязательно уточните эту информацию у эксперта, а заодно и у ветеринарного врача, чтобы уж наверняка. Это не излишняя предосторожность, а обязательный шаг ответственного владельца. В ваших руках здоровье и жизнь самого главного антистресса в вашей жизни – кота. Задачу подбора растений облегчит наш список. Распечатайте его и повесьте на холодильник, ну, или заложите в любимую книжку по цветоводству. Если вы владелец кота, этих растений в вашем доме быть не должно. Растения из этого списка могут привести к состояниям, угрожающим жизни. Азалия – ядовитый алкалоид, гликозит андромидотоксина, который содержится в этом цветке, может привести к судорогам, удушью, остановке сердца. Бегония – щавилевая кислота, которой очень много в этом цветке, приводит к ожогу слизистых и отеку гортани. Дифенбахия – это популярное растение вызывает сильнейший ожог слизистых и отравление. Известно много случаев, когда коты, отведавшие дифенбахию, погибали. Драцена – сильнейшая рвота и отек гортани, вот что случится с вашим питомцем, если он попробует этот красивый цветок. Алеандр – вызывает разнообразные состояния, от нарушения работы ЖКТ до остановки сердца. Пахиподиум – может привести к остановке сердца. Пепперомия – жевание листьев этого растения приводит к острой сердечной недостаточности и нарушению координации движений. Фачия японская – нарушает деятельность нервной системы. Фикус, молочай, пуансетия. Все эти растения могут привести к последствиям разной степени сложности, от аллергической реакции вплоть до слепоты, при попадании в глаза и поражении нервной системы. Филодендрон – вызывает ожог слизистой оболочки рта и отек гортани. Цикламен – кошки обожают выкапывать и жевать клубни этого растения. И как раз они больше всего опасны. Сок растения, попав в организм кошки, может вызвать быструю остановку сердца. Следующие растения не приведут к остановке сердца, однако могут спровоцировать аллергическую реакцию, сильную диарею и рвоту, геранью зомбарская фиалка. А вот алоэ и колонхоэ безопасны для кошек. Но они содержат много горечи, что вызывает у кошек обильное слюнотечение. Мы перечислили далеко не все опасные растения, но это самые популярные цветы, с которыми вы обязательно встретитесь в специализированном магазине. Будьте внимательны. Помимо комнатных растений опасность для кошки может представлять вон тот красивый букет, который вам подарили на ваш праздник или просто так, без повода. Такая приятная и, казалось бы, безобидная вещь может обернуться борьбой за жизнь питомца. Ловите список популярных цветов, которые лучше сразу передарить или поставить в место, где кошка ни при каких обстоятельствах их не достанет. Лилии ландыши, хризантемы, нарциссы-подснежники. Было бы здорово, если бы у нас был компактный универсальный список опасных растений. Но, к сожалению, таких растений очень много. Кроме того, у конкретной кошки может быть индивидуальная реакция на какой-либо компонент любого цветка. Вам, как самым заботливым котоводам в мире, остается быть внимательными, изобретательными и всегда держать руку на пульсе и телефон проверенного эксперта в записной книжке. А мы желаем, чтобы ваши комнатные растения и кошки дружили, и снижали ваш уровень стресса долгие-долгие годы. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.